Среди городов региона по показателю заболеваемости коронавирусом Самара занимает четвертое место. Больше только в Отрадном, Новокуйбышевске и Октябрьске. На прошедшие недели на 100 тысяч человек населения 245 заболевших, среди которых больше всего работающих в возрасте от 30 до 49 лет. Количество случаев бессимптомного или тяжелого течения болезни не изменилось, но при этом появилась тенденция, что средне тяжелых больных стало меньше. Одной из причин такого изменения является вакцинация. Структура поменялась, легче течет заболевание однозначно, то есть уменьшилось число средне тяжелых форм, увеличилось число легких форм. Незначительно, но как тенденция мы имеем полное право это зафиксировать. Чтобы продолжать положительную динамику в этом направлении, а также разорвать цепочку заражения в регионе, губернатор ввел нерабочие дни и новые ограничительные меры. Как режим соблюдают в Самаре, обсуждали на заседании городского штаба по противодействию распространения коронавируса под руководством главы города Елены Лапушкиной. Мэр отметила, что все меры будут эффективными, если жители будут соблюдать необходимые требования. Увы, другого выбора не остается, поэтому нужно ограничить свое общение. Нужно быть крайне бережным к себе и к окружающим людям. Надо носить маски, надо исполнять все требования Роспотребнадзора и еще раз, максимально сократить общение. Районы администрации продолжают контролировать амбулаторных пациентов с коронавирусом. Не прекращаются и проверки соблюдения масочного режима и других санитарных требований в общественном транспорте, в торговых центрах и магазинах, в офисных центрах и отделениях банков. Кроме того, в Самаре в усиленном режиме продолжается санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.